всем огромный привет я она константинова рада видеть вас на своем канале в этом видео я покажу как сделать змея деда мороза из фетра своими руками символ 2025 для работы нам понадобятся следующие материалы мягкий фетр нескольких цветов толщиной 1 миллиметр глиттерный фоамиран ножницы нитки для шитья иголка наполнитель для игрушек декоративный шнур для подвеса черные глазки диаметром 6 миллиметров контуры по ткани белая тесьма шариками пайетки снежинки диаметром 13 миллиметров белый помпон диаметром 1 сантиметр клей-пистолет и выкройка вырезала все детали по шаблону язычок я сделала из глиттерного фоамирана все остальное у меня из фетра первым делом вышиваю снежинки на теле белыми нитками шью две нитки вышиваю симметрично на двух деталях примерно одинаково если вам не охота их вышивать эти снежинки потом можно нарисовать контуром по ткани или приклеить готовые пайетки далее сшиваю тело обмёточным швом глубина моих стежков один или полтора миллиметра это выкройка платная цена небольшая 200 рублей приобрести ее можно по электронной почте оплату можно произвести по номеру карты которая будет в описании под видео просто напишите мне хочу выкройку далее в этом же письме прикрепляете скриншот игрушки на которую хотите получить выкройку и чек и отправляете мне письмо а я в ответ присылаю вам выкройку тело лучше наполнять постепенно обшила большую часть наполняю хвостик наполнителем холофайбером наполняю довольно плотно также приглашаю вас на свой канал в дзен и группу вконтакте валяшки там вы найдете много всего интересного ссылки на них будут в описании дошила тело завязываю два узелка после чего наполняю его до конца также напоминаю что все мои змейки собраны в плейлисте символ 2025 года заходите смотрите и выбирайте то что вам больше нравится далее пришиваю голубые глазки к белой детали черными нитками имитирую радужку шью в одну нитку и и и и и и и и и Обшила, завязываю два узелка с изнаночной стороны и обрезаю нитку. Теперь вышиваю реснички и бровки, шью в две нитки. Стараемся, чтобы все получилось ровно и симметрично. Беру декоративный шнур для подвеса, отрезаю 25 см. Завязываю узелок, затем клею его к нижней детали головы. Все подготовила, начинаю шить голову. Шью также обмёточным швом. Обшила большую часть головы. Беру тело, немного продвигаю наполнитель вниз, затем сжимаю верхнюю часть тела и вставляю его в голову. В том месте, где тело прокалываю иглой, затем возвращаю ее на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку. Когда шьете, проверяйте шов с обратной стороны. Прошила тело, теперь нужно наполнить голову наполнителем. Если шов у вас получился не совсем аккуратный, то ничего страшного, мы все равно его закроем тесьмой. Дошила до конца, завязываю два узелка. А теперь, внимание, главный секрет невидимых узелков. Прокалываю иглой около узелков насквозь и вывожу в любом месте игрушки. Узелков вообще не видно. Тело готово, теперь давайте сошьем нос. Накладываю одну деталь на другую и сшиваю их вместе обмёточным швом. Оставляю маленькое отверстие, через которое наполняю его наполнителем. Дошила нос, завязываю два узелка и так же, как на теле, прячу узелки. Теперь красными нитками вышиваю улыбочку. Шью две нитки. Музыка Беру белую тесьму с шариками, отрезаю лишний край и клею ее на шею. Это будет воротник. Начинаю обклеивать спереди. Музыка Музыка Клею бороду и нос к голове. Клея наносите немного, чтобы он не вылез. Музыка Клею глазки на мордочку. Я использую глазки диаметром 6 мм. Сделаю Деду Морозу колпачок. Склеиваю фетр вот таким образом. Сверху остается дырочка. Музыка Низ колпака обклеиваю такой же белой тесьмой, из которой я делала воротник. Музыка Музыка Колпачок готов. Одеваю его на голову. Крючком продеваю подвеску и подклеиваю его к голове с передней и задней сторон. Музыка Музыка Верхний уголок колпачка подворачиваю и подклеиваю его на клей-пистолет. Затем клею помпон диаметром 1 см. И клею язычок. Музыка Черным контуром по ткани рисую ноздри, а белым контуром рисую зубки. Музыка Пока контур сохнет, давайте сделаем Деду Морозу мешочек с подарками. Отрезаю прямоугольник 3,5 на 5 см. Сворачиваю его по большой стороне к центру вот таким образом. Намазываю один край клеем, но внизу немного не доклеиваю, потому что низ я буду сшивать нитками. Прошиваю низ мешка обмёточным швом и наполняю его наполнителем чуть больше половины. Музыка Далее обматываю и завязываю верх мешка красными нитками. Музыка Вот и все, мешок готов. Украшаю его снежинкой диаметром 13 мм. Музыка Изначально хотела сделать Деду Морозу красный мешок, но в процессе своей работы поняла, что зеленый будет выразительней. Поэтому аналогичным образом я сделала зеленый мешочек и клею его к телу Деда Мороза. В завершении своей работы приклеиваю к телу Деда Мороза недостающие снежинки диаметром 13 мм. Вот такой сказочный Дед Мороз и замечательная парочка змеек у меня получилась. А в следующем видео я покажу, как сделать змейку-снегурочку. С наступающим вас Новым Годом, друзья! Пусть Год Змеи принесет только счастье, радость и здоровье в каждый дом. Друзья, если вам нравятся мои идеи, то ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях и до скорой встречи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok